Во Владимире запустили проект «Бережливая поликлиника» в рамках совместной федеральной программы Министерства здравоохранения и Росатома. В Минздраве подсчитали, что в среднем с момента входа до момента выхода человек проводит в поликлинике не менее 40 минут. По замыслу, после внедрения новшества это время должно сократиться вдвое. Одной из первых в нашем регионе к проекту присоединилась детская городская поликлиника номер один. Тут начали с создания бережливой регистратуры. Мы привыкли видеть всегда, какую регистратору. Закрытую, за стеклом закрытая комната, закрытое помещение. Сегодня мы планируем сделать стойку, но вот у меня мы сделали дизайн, три стойки в регистраторе. У каждой стойки будет находиться регистратор. Этот регистратор у стойки будет отвечать на все волнующие пациента вопросы. Открытая регистратора будет способствовать созданию доверительных отношений между пациентами и персоналом. Чтобы объяснить, как правильно записаться на прием к врачу через инфомат, в зале специально будет находиться человек. Вы ходите все в банк и видите, насколько стало легко. То есть, инфомат, который позволяет взять талончик, и вы видите, к какому кабинету вы должны подойти. Подойдете к кабинету, там тоже у вас такое же информационное табло, как в банке номер 4. Подойдите, и вы пройдете. Наверное, люди привыкают к такому хорошему. Им не хочется нервничать лишний раз, кричать. Они знают, что их вызовут вовремя, они знают, что к ним подойдут. Помимо информатов, в поликлинике оборудуют колл-центр. Все нововведения должны минимизировать время ожидания в регистраторе, объясняет главврач. Помимо регистратора у нас будет колл-центр создан. Что это такое? Именно в колл-центре будут производиться запись на прием к врачу, запись вызовов на дом будет производиться. И здесь будет работать не менее четырех человек. У каждого будет свой телефон. То есть, мы разгрузим, как бы будет доступность записи. Не должно задерживаться тут большой очереди, не должно создаваться. Бережливую регистратуру в детской городской поликлинике номер один планируют запустить к концу этого года. Финансирование для реализации нового проекта получила также поликлиника номер один во Владимире и Граховецкая центральная районная больница. Алина Суслина, Виталий Сергий, в губернии 33.